ПЕЙЗАЖ Я люблю горы. Кстати, я Анжелика. Родные друзья часто называют меня просто Вика. Я не против. А это мой брат Давид. Ему 7 лет, а мне 9. И хотя он иногда меня очень злит, должна признать, что с братом мне повезло. Я живу в республике Северная Осетия, Алания. Нет, нет. Если вы думаете, что это просто географическая точка, ошибаетесь. Это удивительный, сказочный горный край. Моя Родина. Частичка моей души. И вот мы с семьей опять в дороге. У нас важная миссия. Каждые выходные мы путешествуем к водопадам Осетии. И это настоящее приключение. На территории Алании более 50 водопадов. И каждый из них еще круче предыдущих. Мы с Даной, Софией и Давидом решили доказать, что детский туризм в Осетии существует. Дорога к Медаграбинским водопадам – это целое приключение. Надо переправиться через речки и прыгать по огромным валунам. Но без выдержки и терпения придется сложно. Мало кто знает, что именно в Осетии находятся самый высокий водопад Европы. Это Большой Зайгелан. Мы направляемся в сказочную долину водопадов. Такое вы не увидите больше нигде. Продолжаю свою научную работу. Водопад совсем близко. Широкое горное ущелье заканчивается грандиозными скалами, на вершинах которых огромные ледники. Именно ледники дают жизнь водопадам. Они находятся на высоте в 3000 метров. Мы уже совсем близко к Большому Зайгелану. Вау, какой крутой водопад у меня за спиной. Бегу к нему. Среди яркой зелени и цветов ты чувствуешь себя, как на волшебной планете. Мадаграбинские водопады пульсирующие. Это значит, что весной они работают, с наступлением зимы замерзают и превращаются в гигантские сосульки. О, как я устала! Но я уже постил цели. Я первый раз на этом водопаде. По-моему, это очень круто. Мы почти пришли. Мы очень близко к водопаду. Вот он, какой высокий. Какой он высоченный. Огромный. Ура! Эти прыжки отсюда. Когда поднимаешь голову, кажется, что вода падает прямо с неба. Кстати, за игилам переводится с осетинского языка, как падающая лавина. Он огромный. Высота падения воды более 750 метров. В лучах горного солнца капельки воды играют всеми цветами радуги и оторваться невозможно. Возвращаемся усталые и довольные. Пора сделать привал и встретить очередной горный закат. Они в Осетии, поверьте, просто невероятные. Я мечтаю создать детский путеводитель, чтобы любая семья Осетии, России и даже мира могла приехать на мою родину и увидеть самые удивительные ее уголки. Мне кажется, что детский туризм – это очень круто. А мне пора, ведь нужно увидеть еще столько всего интересного.